всем друзья доброе утречка мы сидим завтракаем приготовила я пиццу вчера 5 штук целых сегодня половину сама навернула половину муж навернул дети по четверть пиццы съели залезть пока доедает алмазик вчера вот так вот пришел с садиком до масс вот с этой штукой на лбу так и целую ночь проспал сегодня с утра просыпаюсь убирая потихоньку хватает обратно себе на лоб обратно ставит короче даже спишь ты так что алмаз чутко спишь короче сегодня пятница сейчас пойдем садик да точнее алмаз все не идет садик азалия сегодня дома алмаза все не провожаем потому что на прошлой неделе в пятницу алмаз отдыхал тоже я алмаз я зале будет по очереди отдыхать в общем у нас вот так вот постоянно какие-то разборки по поводу этого кто будет отдыхать это вот я придумала вот это все дать мне это эти с этим и разгребаться как говорится вот если может быть если бы ты ничего не сказала и не придумала бы таких правил ничего бы никто не говорил все в садик ходили но мне это только за счастье я хочу больше проводить время с детьми я вот все чаще слышу людей говорят вот мы работаем для будущего своих детей обеспечим будущем детей я так задумываюсь иногда над такими людьми а нужно ли это обеспечение вашим детям нужно ли заранее до их обеспечивать чтобы потом они не знали чем заняться но как бы и такое есть самое главное если вы хотите обеспечить ваших детей обратите внимание для вас самих не будет ли и это как-то знаете лучше внимание наверное дети уделять каждый день чем надрываться и стараться обеспечить детей заранее вот потому что очень много случаев таких то что люди вроде бы строят дома для детей там что-то делают данном родители а потом дети вырастают и дети говорят о мне этот дом не нужен вот и все такое бывает как бы и дети выезжают вообще в другие страны детей свои какие-то могут быть предпочтение в жизни. Да, хорошо, когда финансовая есть подушка, в любом случае, да, без печенья какое-то на будущее. Но чтобы это, главное, не в ущерб себе было. Вот, главное, что... Ещё пиццу будешь? Бери-бери. Я, короче, пять пицц вчера сделала, три приготовила в духовке. Мы съели две вчера все вместе. Одну с мужем с утра. И вот одну делала для детей. Для детей готовлю вообще отдельную пиццу, потому что алмаз у нас не любит с помидорами. Я половину делаю без помидоров. Вчера так же сделала. Азали у нас не любит с колбасой острой. А алмаз любит наоборот. И половину я делаю с колбасой и помидорами. То есть, короче, вот так вот. Ну и добавляю, конечно же, ещё фарш. И без грибов. А себе делаю с грибами. И со всем остальным. Короче, вот так вот я делаю. У меня ещё одна пицца в холодильнике осталась. То есть, я приготовила её, но в духовку не засунула. Вот. Так что сегодня ещё мы будем делать с Азалькой мороженое, да? Готовить мороженое сами дома. А алмаз будет в садике. Потом мы его заберём, и мороженое они будут вместе кушать, да? Размораживать в воде, вытаскивать из формочек. Если получится, я это засниму, вам покажу. В общем, как-то так. Вот сейчас время 8 утра, 9 час. На улице показывает уже 30 градусов. Ну а мы в садик собираемся, друзья. А ещё сегодня рынок. Мы ещё, может, сходим на рынок с Азаликой? Нет. Нет? Она вообще никуда не хочет. Говорит, в бассейне сегодня будем. В бассейне будем сегодня. Да. И обязательный ритуал перед садиком это посмотреть мультики и никак их вытащить оттуда невозможно. Время уже без 29. Пошлите быстрее. Алмаз, ты так и пойдёшь с этой штукой на лбу? Что? Вот с этой. Вот с этой? На лбу, да. Так и пойдёшь? Ну ладно. Ну ладно. На электровелосипеде я их отвожу. Заряжаю на ночь. В неделю раз. Спрашивают, кстати. Надолго зарядки хватает? Вообще на 50 километров написано. Ну, я как бы так не езжу, да, за целый день. Поэтому неделю один раз вот так заряжаю на несколько часов. Разгоняется это до 50 километров в час. А Алмаз мне сказал, но путь подняется. Всё, давайте входит. А я там будет в бассейне. Короче, входит домой. Я приду, пораньше заберу. Мам, пить ходишь? Мы заберём. Мам, пить ходишь? Не знаю, кто-то вот так оставил бутылочки. Короче, Азалька сейчас у нас поиграет во дворе, да? Всё на свете забыли, пока выходили. Воду взяли. Каждый раз вот так вот в бутылке воду берём. Рюкзачок со сменными вещами. И вперёд. Так, ну что, Алмазы проводили. Мы уже дома побыли, дела поделали и едем на рынок, да, Коза? Да. Не помню, Азалья была на рынке здесь, в Селивке или нет? В общем, со мной сейчас поедет. Мам, смотрите, какая я. Красотка. Да. И, друзья, беру вас с собой, как всегда. Сейчас доедем до рынка. Купим что-нибудь, типа нектарина, абрикосы, черешня. Может, дыню ещё получится купить. Так, мне нужно проехать на другую... Хотя, ладно, здесь тенёчек. Хоченьку проедемся. Ой. Пока показывает 33 градуса. Точнее, уже показывает 33 градуса. Но ощущение... Время сейчас вот 10.30, как будто ещё жарче будет. Вау. Мало ешь, наверное, поэтому... Нет, аллопута, потому что... Уже пора говорить. Потому что, скажи. Потому что. А то аллопута говоришь. Нет такого слова аллопута. Надо говорить потому что. Вот, а вообще-то, обычно, конечно, есть и такие всегда рынки. Ну, точнее, павильончики, где продают фрукты. Но... Так, нам надо на ту сторону выйти. В сторону. Что-то мы в этот раз не так поехали. Я люблю бассейн. Мы потом в бассейн пойдём. Сейчас тут немножко попаримся, можно сказать, без сауны. Да, вчера я, кстати, и в сауну ходила у себя, в СИТЭ. И в бассейн ходила. Вчера, короче, отдыхала прям. А тут, оказывается, даже в сауну не надо ходить. Тут на улице вот тебе сауна. Можно на улице париться. А потом бассейн. Да, в прошлый раз я другими путями ехала на рынок. Лучше, конечно, по тем. В этот раз решила в тенёчке проехаться. Поэтому не той дорогой поехала. Азалия не любит ходить по жаре. Хорошо, что есть электровелосипед, который позволяет с ветерком доехать. И жара особо не ощущается. Но сейчас, наверное... Ну, под шатром только будем ходить. Быстренько. Купим, уедем. Я же сегодня не одна. С дочкой пришла. Да, Каза? Дочка моя будет сегодня мне помогать. Собака лежит. Собака лежит, отдыхает, да. Вот доехали мы до рынка. Мам! Что? Солнце. Я видела, как собака лежит. Так, вау, какой красивый рынок. Вау, говорит, какой рынок красивый. Да. Ну, пошли. Весь оранжевый, да? Весь оранжевый, да. Большой, да? Иди. Большой, оранжевый. Где он не ведёт на рынок? Нет, рынок только по пятнице. Рынок действительно невероятно большой. Давай по ценам пройдём, Каза. Чеснок. Чеснок стоит 150. Кстати, чеснок нам тоже надо. Лук 15. Картошка 15. Смотри, тоже мальчики-девочки ходят, как ты, на рынок. Огурцы 25, помидоры 25. Люди ходят с тележками, да? Ой. А мы без тележки ходим. Смотрите, какая груша необычная, по 35 лир. Ой, так вкусно пахнет. О, это инжирами, что ли. А нет, это слива. Смотрите, по 60 слива. Нектарины по 80. Абрикосы. То есть персики по 80. Вчера папа уже купил. Руслан вчера купил такие помидорки по 50 лир. По 25 лир, по 15 есть. Ау, кукуруза. Я люблю кукурузу. Слушай, я не хочу кукурузу. Пойдем. Ты кукурузу хочешь? Ну, давай спросим, сколько стоит. Короче, 6 штук только продается, 100 лир. Но нам сейчас 6 штук точно не надо. Может, где найдем поштучно, где продается? Так, смотрите, арбузы по 10 за килограмм. Сейчас сколько? 2,60 лир, значит, 26 рублей. Видите, это получается. Дынька, да. Но я дыньку в другом месте покупаю. Виноград, смотри, по 50. А что тут еще есть? Абрикосы по 60. Ой, смотри, какие яблочки. Ничего себе. 25 лир. Интересно, они вкусные. Хочешь яблочки немножко? Хочешь? Хочешь? Давай купим. Чуть-чуть. Так, яблочки на 30 лир получились. Вот нашли кукурузу. Одна штука 10 лир, похоже. Две кукурузки купили за 20 лир, алмазику тоже. Так, смотрим дальше. Пошлите, мои зрители любимые. Так, по 130 лир. Черешня, что-то дороговато. Мы за 80 возле дома покупаем. Вкусную, кстати, очень. Пошлите дальше. Очень, говорит, сладкий. Я бы, конечно, инжира купила бы. Нараба. Но, слушай, перец подорожал. По 25 было, 50 стоит. Что-то все дорожает. Да, ты держишь, молодец. Моя помощница. Дальше смотрим. Яблочки красные. В прошлый раз мне предлагали. Так, кабачки по 20 лир. Вот здесь вот я дыньку обычно покупаю. Ну, ладно, дальше пойдем. Вот здесь вот есть всякие орешки. Так, туда на солнце не иди. Вот сюда пойдем. Мед, не знаю. Что-то, мне кажется, мед мы не купим. В следующий раз купим. Я наличку мало взяла. Я хотела бы, конечно, инжир. Я в прошлый раз инжир видела. Есть ли он где-нибудь? Инжир вкусная вещь. Хотя под домом растет, но здесь не принято рвать. Слушай, ты же брокколи любишь. Пойдем брокколи купим. Ты цветочки заметила. Красивые, да? Как ты? Пошли. Пойдем. Брокколи посмотрим, сколько стоит. Смотри, Азелька, брокколи. Брокколи, когда? Не знают. Зачем они мне с ним? Бельмёрсен? Килосыирмы. Килосыирмы? А... Можно одну только? Давай возьмем одну. Бертана? Бертана. Да. Что? Один, два. Это один, два, ноль. Будет 120. Это 120. Короче, купили мы брокколи. Брокколи 20 лир. Вот эти две. А где она меня мотала? Тяжелая, кстати. На сколько? 27 лир получилась. Ну, потому что ты понравилась ей. Вот здесь вот, наверное, купим персики по 40 лир. Здесь очень дешевые. Смотрите, яблочки есть такие еще. По 30 лир. Смотрите. Нектарины, кстати, здесь тоже дешевые. По 60 лир. Ой, сливы по 50 лир. Азалия, подожди. Здесь надо будет взять очень недорого. Еще вот здесь вот смотрите, какие фрукты. И, наверное, уже я дома покажу то, что мы купим дальше. Потому что тяжело уже вот так вот. Еще ребенка надо держать. Смотрите. Вот такие, наверное, персики купим. Вот эти плоские персики очень вкусные. Да, ананас. Сейчас просим, сколько стоит ананас. И это драгонфрут. В прошлом году у нас даже у тебя на канале есть шорт. Как ты кушаешь драгонфрукт. Всяк, как будто в свекле. Помнишь? Как свекла вся розовая была. Да, это драгонфрукт. 200 лир. Есть кивано написано. Это мы тоже пробовали. Если честно, оно очень, говорят, полезное. Но не очень вкусное. Что драгонфрукт, что вот это кивано, оно как бы не очень вкусное. Так, смотрите. Желтые есть. Черешни желтые. Персики есть. Кстати, пирог надо сегодня приготовить из персиков. Поэтому надо купить. Короче, ладно. Пойду я покупать дальше, друзья. Здесь вот еще дынька есть. Вот маленькую дыньку можно купить. Кстати, 20 лир всего лишь. Что это за кило? Наверное, надо будет выбрать какую-нибудь. Азалия, смотри, будем дыню покупать? Да! Так, ну что, друзья, мы едем уже обратно. Азалия вообще прям... Домой хочу, Басенька, хочу домой. Я устала. Короче, набрали мы все деньги истратили. Я брала с собой 300 лир. И сейчас посмотрим, что я купила на 300 лир. По сути, сколько это? 530 плюс 260. Сколько, 800 что ли? Что-то дешево очень больно. На 800 рублей, короче, набрали всего, что хотели. Еще и нектарин купили. Что? Да-да, Азалька говорит. Я, говорит, тут тоже. Азалия любит о себе напоминать. В общем, жара уже прям такая. Азалька вся вспрела, я вся красная. Надо срочно на другую сторону перейти. Вообще, надо было, конечно, из дома выходить, воду попить. Я вот об этом думала и перед выходом забыла. А здесь такое не прощается. Организм сразу о себе дает знать. Вот. В жаре обязательно нужно пить воду. Там обязательно. Сейчас домой придем, попьем водички. Вот мы как-то на днях забыли, короче, заказать воду. И пришлось нам пить фильтрованную. И знаете, она такая невкусная. Нужно все-таки здесь заказывать воду постоянно. Потому что привозная вода, она вкусная. А вот если уже с крана китровать, похоже, она даже вредная здесь. Так. Едем, короче. Все, по прямой. С ветерочком. Наслаждаемся. Вот такая вот, друзья, сауна. Вся вспотела. Сейчас покажу, что купили. Так, ну что, купили мы на 800 рублей. Значит, нектарины. Две кукурузки. Ягодки маленькие. Решила я попробовать такие маленькие ягодки. Вот. Персики. Яблочки. Брокколи. Дыньку. И абрикосы. Это все на 800 рублей, друзья. Ну, а мы уже оделись в бассейн. Да, Залька? Ой. На. Напоминают мне эти ягодки. И, короче, наши ягоды, которые мы на поле собираем. По вкусу тоже очень похоже. Вкусно. Не зря попила. Ну, а я уже оделась. А Залька тоже. А Залька тут наготовилась, да? Взяла для плавания себе. Нажимай на бодрукат. Я, короче, взяла еще масла себе. Вчера была в сауне. И очень пожалела, что не взяла вот эти вот ароматизаторы. Короче, у меня такие эвкалипт и жасмин. Вот. И думаю, почему бы и нет. Взяла полотенце. Вот. И пойдем мы сегодня в женский. Потому что в мужском сауна не работает. Ее залили водой мужчины. А в женском вы женщины всегда умнее. У нас работает. Я вам мужской много раз показывала. Женский выглядит вот так. Там детский. Мужской он такой, короче, Г-образный. А этот просто прямой. Так. И здесь также тренажерки, как и в том зале. Но здесь другие немножко. И вот сюда вот часто женщины приходят заниматься. Так. Давайте включим сауну. Так что сауна здесь работает. А в мужском мне, так как мужчины, залили. Залили чересчур много воды вот сюда вот на камне. Вот такая вот чистенькая сауна. Сейчас сюда налью ароматизаторы. Потом полью камушки. Короче, будем сейчас банные процедуры проводить. Пока в бассейне поплаваем, да? Пока сауна у нас нагревается. Так, ну что? Пошли. Крой? Ну, покой, давай. Покойной. Хорошо. Мы поплавали, друзья Сауна уже начала нагреваться 40 градусов показывает Сейчас, ну это еще, конечно, мало Сейчас накапаю водичку Вот это вот Масло, наверное, эвкалиптовое Или лучше, наверное, жасминовое попробовать Или вообще на камень Как вы считаете? Наверное, лучше сюда, да? Даже не на воду, а вот так вот Вот так сделаем Ну, вот Побольше Чтобы пахло жасминой Ммм, уже аромат такой Здесь еще очень много Мы давно покупали Мы и в отель ездили с ними Так, ну и Наверное, еще рано, да? Поливать камушки-то Они еще не согрелись Хотя уже жар идет такой Сейчас попробуем чуть-чуть О, главное, и не залить Там же нету ничего Еще чуть-чуть Ммм, аромат шикарный Ох, шикарно Ну что, хорошо тебе, девица? Да, и в сауне Лежим с дочкой паримся Я говорю, подними ножки Ножки холодненькие после бассейна Ой, аромат, да? Мы еще и эвкалипта добавили Прям дышать хорошо Для ребенка И для взрослого ребенка Который недавно переболел Какой? Это я Я тоже ребенок Мы все дети Мы все ребенки Или как Азалия говорит Ебенки Ебенки Ебененки мы все Короче, сходили мы в баньку Попарились Искупались в бассейне И сижу Меня прям так расслабило Под кондером еще В общем, готовлю сейчас борщ Еще муж заказывал пирог абрикосовый У меня, кстати, на простых рецептах Есть рецепт абрикосового пирога Обалденный Может, с виду он смотрится не настолько прям вкусно На самом деле он очень вкусный Очень просто И муж прям купил мне абрикос И сегодня я еще добавила Ну, хочу побольше пирог приготовить И еще мне нужно сейчас с Азалькой мороженое делать И вот я думаю Ну, у меня борщ уже доготавливается Сейчас потому что время обеда уже надо покушать И вот я думаю, с чего начать Наверное, пирог попозже начну готовить Сейчас будем, наверное, мороженое Потому что мороженое мы обещали Уже к приходу алмаза А его еще надо остудить Вот, так что Пошлите мороженое готовить Так, ну что, друзья Вот, приготовила, в общем, персики Землянику и дыньку Азалька у меня подготовилась Сейчас у нас будут съемки Ну, а главный наш ингредиент Знаешь, что будет? Сливки! Мы сейчас будем взбивать Кстати, прошлый раз я делала еще и с шпинатом У меня на простых рецептах Есть рецепты мороженых, которые мы делали Так, смотрите, формочки вот такие вот У нас есть И, наверное, немножечко сахара добавим Жалко, что пудры нету сахарной А вообще, сахарозаменитель бы какой-нибудь хороший Но мы не купили Ну ладно, самое главное, мы немножко добавим Да? Мы немножко И будет хорошо Для начала мы добавим одну треть сливок вот сюда И будем взбивать Я тут не хочу Конечно, ты будешь делать Так, взбиваем шрифти Так, добавим немножко сахара Чайную ложку Все Смотрите, как взбивается хорошо Уже поднялась Я сама тебе помогаю Теперь дыню Дочка моя, давай я тебе помогу Так, а этот короткий ролик вы можете найти Опять-таки на простых рецептах Там уже более-менее четко посмотреть Так, ну, делаем из дыни, короче, пюрешечку Вот такой вот Ммм, вкусно пахнет? Конечно Ну и теперь перемешиваем мы крем И аккуратненько И пюре дыневое Вообще идеально получится мороженое Понюхай Вкусно? Да Теперь проделаем то же самое Клубникой Так, ну и так же смешиваем со сливками Так, ну что, смотрите, сколько количества мороженого у нас получилось По сути, 200 мл сливок, да, и немного фруктов Куча мороженых Так, отправляем в морозилку Ну а теперь можно спокойно покушать борща Жаль, что нет сметанки и йогурта Хотя бы йогурта можно было заменить И нету пампушек Но я купила серый хлеб И сейчас с серым хлебом борщик прям самое то Здесь в Турции, короче, не проживешь И если ты не зарабатываешь много Тебе нужно, короче, или зарабатывать много, или вкусно Даже не вкусно, а умейте готовить Потому что борщ, блин, во-первых, не найти И во-вторых, если ты найдешь его Он, наверное, очень дорого будет стоить Так, так что вот такой вот наваристый борщик у меня получился Кстати, мясо, вот когда я как бы поставила варить Пошла с Азелькой в бассейн Вот спустилась И когда уже мы пришли, но поднялись Такой аромат стоял Вот знаете, вот когда раньше мы покупали Там из деревни, там привозили мясо такое хорошее И вот такой же прям такой аромат Первый раз я в Турции почувствовала этот аромат Настоящего мяса, хорошего Вот, и, короче, мясо реально вкусное Я в прошлом ролике показывала Куда я ездила за мясом Здесь в Селивке, кто проживает Если что, там действительно и дешевое, и свое мясо И оно вкусное, мы уже второй раз покупаем И вот борщ сейчас вот приготовила И реально такой аромат стоит прям дома вообще Вот А рецепт борща вы можете тоже найти на моем канале Простые рецепты Все ссылки оставляю в описании Но все, время уже 3 часа доходит А я все еще не обедала Так что приятного аппетита мне Я буду кушать Так, друзья, знаете, что у меня тут? Какая проблемка? У меня тут алмаз, бассейн, просится А вы знаете? Ну, а что, как я могу отказать ребенку? Что-то папа Время знаете сколько? 21-21 И вообще я планировала, но что-то Руслан говорит, я устал, я не пойду Ну, в общем, я думаю, ладно, я тоже не пойду А алмаз такой Начал как реветь Я говорю, пойду, я хочу Вы, кажется, в зале ходили Ну вот На улице жарко, пипец как Да, поэтому Но перед сном хорошо бы, конечно, вот так охладиться Быстренько Полностью А кондиционер самый лучше, потому что охладится В общем, никого нету, друзья Только мы А в соседнем есть, слышны Ну, там обычно сюда мужчины вечером с детьми Поэтому я сюда в любом случае Всегда буду, наверное, сюда ходить Мне здесь сегодня понравилось И вообще мне как бы здесь нравится Давай тут тебе этот, не выбирать, давай Мама пришла Завтра с папой туда пойдешь Все Давай, искупаемся и баю-баюшки Короче, друзья Вода прохладная Заходи, шарик свой возьми Нормально, неглубоко Короче Друзья Обалденная вода Я еще ночью здесь не купалась Время полдесятого Сейчас немного Зачем меня-то? Немножко, в общем, покупаемся Немного Похоже, зря я с телефоном зашла Похоже, я без телефона останусь Стой, смотри Кому я буду снимать На что я буду снимать Если ты сейчас обрызгаешь мой телефон В общем, друзья Пока не поздно Надо убирать телефон Всем спасибо Что остаетесь со мной Со всеми буду прощаться Всех люблю Всех целую Сейчас волосы надо намочить Иди ко мне Скажем всем пока-пока Что пожелаем Всем пока-пока Самое главное Всем здоровья, друзья Берегите себя Берегите близких Всем пока-пока